Всем привет! Некоторое время назад я выпустил видео о том, как сделать файл из охвата движения с помощью видео и сервиса DeepMotion. Это хороший сервис, но бесплатные использования у него ограничены. На тарифе Free можно получить только 60 секунд анимации в месяц. Сегодня я расскажу о бесплатном аналоге этого сервиса. Это программа для Windows под названием 3D Post Tracker. О нем я рассказал автор канала Argentum Studio. Он делает короткие фильмы по играм Doom и Quake и использует эту программу для анимирования персонажей в Unreal Engine. Ссылка на канал будет в описании. Для того, чтобы превратить видео в движение цифрового персонажа, надо будет скачать и распаковать небольшой архив. Внутри находится исполняемый файл. Достаточно кликнуть на нем, чтобы запустить программу. При первом использовании появится такое сообщение на японском. Кликните на кнопку внизу, чтобы закрыть окно. Далее откроется окно программы. В качестве аватара здесь предлагается использовать такого персонажа в аниме стиле. Это не удивительно, так как автор программы японец. Сверху окна есть выбор источника видео. Можно загрузить видеофайл или использовать веб-камеру. Для начала испытаем первый вариант. Автор программы рекомендует снимать видео на одноцветном фоне, при неподвижной камере и чтобы не было свободно свисающей одежды, вроде юбок или каких-нибудь шароваров. Длинные волосы тоже могут вносить помехи. Это видео, которое я нашел на бесплатном ресурсе, не совсем подходит под все требования. На заднем фоне есть посторонние предметы, камера немного двигается и у девушки слишком длинные волосы. Загрузим видео в программу. Жмем лоу от муви и выбираем нужное нам видео. Надо подождать пару секунд, прежде чем аватар начнет повторять движение из видео. Рассмотрим интерфейс и настройки программы. В самом верху вкладка выбора источника анимации. Как я уже говорил, это может быть видеофайл или видео с веб-камеры. Далее, кнопка загрузки видеофайла или, при соответствующем выборе, запуск видео с веб-камеры. Ниже кнопки выбора и загрузки аватаров. По умолчанию доступны два. Это анимешная девочка и сам автор этой программы. С помощью следующей кнопки можно загрузить своего аватара. Но он должен быть в формате другой программы в Роид Студио. Это бесплатная программа для создания 3D персонажей в аниме стиле. Я сделал в ней вот такого персонажа и сохранил на диске. Чтобы загрузить его в 3D Post Tracker, нажмем кнопку Add Avatar. Далее, две небольшие кнопки Pause и Skip. Они служат для остановки видео или пропуска его части. Под кнопкой Configuration скрыто много вкладок. Некоторые из них, на мой взгляд, бесполезны. В первой вкладке можно настроить формат отображения видеофайла в окне просмотра. Здесь можно совсем убрать отображение видео или изменить его размер. Эта галочка отвечает за то, чтобы видео постоянно повторялось. А здесь можно поставить любое изображение вместо фона или поменять его цвет. Следующая вкладка служит для настройки захвата движения. Значение в Low Pass Filter влияет на дрожание конечностей. Чем выше это значение, тем меньше дрожь. Но при слишком больших значениях, движения становятся слишком плавные и нереалистичные. Значение в следующей графе показывает количество проходов при применении Low Pass Filter. Это значение в диапазоне от 1 до 9. Следующее значение это размер буфера для обработки данных. Чем больше значение, тем должно быть лучше качество захвата и больше нагрузка на систему. Значение в герцах это частоты с которыми работает Low Pass Filter. Для более резких движений поставьте более высокие значения. Следующие два значения лучше не изменять. Они влияют на распознавание человека в кадре. Галочки на Lock Foot, Lock Hand и Lock Legs блокируют движение ступней кистей рук и ног. Elbow Axis to Top меняет ось вращения локтя. Это должно помогать, если руки выкручены неправильно. В последней графе можно переключить качество захвата движения. Если ваша видеокарта уровня NVIDIA GTX 1060 и выше, то оставьте высокое качество. Если видеокарта слабее, то лучше переключить на низкое качество. Сам автор говорит, что программа экспериментальная и сделана в основном для развлечения. Поэтому некоторые настройки могут не работать или работать неправильно. В следующей вкладке находятся настройки вывода в BVH File или как часто говорят в русскоязычном сообществе BVH. Эти галочки лучше не трогать. Первая отвечает за использование координат Blender. Вторая убирает из экспорта ненужные кости. Вот так выглядит файл BVH в Blender, если убрать эту галочку. Как видите, экспортировались также кости, которые отвечают за движение одежды и волос персонажа. Последние две галочки отвечают за частоту кадров экспортированной анимации. В следующей вкладке настройки отвечают за мимику аватара. Может быть кому-то и они будут нужны. Здесь можно подключить микрофон, чтобы аватар открывал рот в такт вашей речи. Также настроить частоту и продолжительность моргания. В следующей вкладке можно настроить виртуальную комнату для кона. Также здесь присутствуют функции, которые пока не работают. Последняя вкладка для использования виртуальной камеры и экспорта движений в формате VMC. Он мне неизвестен, поэтому ничего про него сказать не могу. Осталось две кнопки, которые мы еще не рассмотрели. Кнопка Close Menu скрывает меню. После этого можно покрутить аватара со всех сторон. Кнопка Escape возвращает меню. Самая нужная и полезная кнопка это конечно же Record BVH. При нажатии на нее начинается запись движения аватара. При повторном нажатии можно сохранить полученный файл BVH. Теперь этот файл можно экспортировать в Blender или другой 3D редактор. Но перед этим давайте проверим как работает захват движения при использовании веб-камеры. Для этого надо подключить камеру к компьютеру и переключить в окне программы источник анимации с видеофайла на веб-камеру. Как видите, даже если веб-камера выдает не очень качественный сигнал, захват движения происходит без проблем. Записи сохранения анимации происходят так же как и в первом случае. Давайте импортируем полученный файл захвата движения Blender и сделаем его чистку. В видео про сервис DeepMotion я показывал как сделать чистку анимации с помощью Rigify. В этот раз используем тот же принц. У меня уже есть персонаж с Rigify, он подключен к метаригу из пустышек. Не забудьте перед ретаргетом перевести все конечности в режим прямой кинематики. Импортируем сцену в файл BVH. При импорте надо поменять оси ориентации в скелете. Удалим лишние куски анимации в начале и конце. Жмем Alt-R, чтобы поставить скелет в начальную позу. Подключим к этому скелету метариг. Напомню, что подключение производится с помощью констраинов Copy Rotation и Copy Location. После подключения костей проверяйте как выглядит персонаж с Rigify и с помощью вращения пустышек сфер исправляйте позу. Подробнее об этом методе ретаргета смотрите видео в подсказках. После подключения всех костей проверим как выглядит анимация. Выглядит конечно не очень, поэтому и надо делать чистку. Перед этим надо запечь анимацию на кости в Rigify. Выделяем все в Pause Mode. Идем в меню Pause Animation Bake Action. Ставим нужные галочки. Жмем ОК. Теперь надо запечь анимацию на контроллеры инверсной кинематики. Для этого выделяем нужный контроллер. В левом N-меню жмем кнопку Action. Она почему-то срабатывает не с первого раза. Если у кого-то по-другому, напишите пожалуйста в комментариях. Добавим плоскость, чтобы контролировать высоту ступней. Добавим плоскости в модификатор Solidify. Начнем чистить анимацию как обычно с ног. Выделим контроллер инверсной кинематики правой ступни. Поставим маркеры в тех местах, где эта ступня должна стоять на месте. Переключим конечности в режим инверсной кинематики. По умолчанию вся анимация на Rigify запекается в кватернеонах. Но ее трудно редактировать в Graph Editor. Поэтому я конвертирую ее в углы эйлера. Это можно сделать с помощью этого меню. Меняем кватернеон на XYZ. Выделяем нужные контроллы и жмем Convert Action. Все кривые теперь в эйлерах. Выделим два первых маркера и жмем Alt-K. Так мы выделим ключи между маркерами. Удалим их. На месте маркеров поставим ногу на уровень земли и поставим ключи. В Graph Editor сгладим переходы между ключами, чтобы не было скачков при анимации. Теперь в промежутке между маркерами ступня стоит на земле и не двигается. Повторим то же самое с другими маркерами и ключами. Если колено крутится в разные стороны, то надо исправить кривые у этого контрола. После того, как закончили с правой ногой, повторим те же операции с левой. Поставим маркеры, удалим ключи, исправим вращение колена. В некоторых местах ноги оторваются от земли. Это потому, что бедра персонажа в этих местах слишком высоко поднимаются. Выделим контроллер торса, отредактируем кривую Z-Location. После того, как закончили исправление анимации ног, исправим анимацию туловища. Для этого подвигаем кривые, которые отвечают за вращение контроллеров под названием Spine. Теперь займемся руками. Анимацию для рук лучше править в режиме прямой кинематики. Основные проблемы с руками, это пересечение с туловищем и вращение кистей. Исправим сначала первую проблему. Воспользуемся для этого NLA-редактором. Переведем ключи анимации Strip. Создадим новый стрип. Переведем его в режим Combine. Выделим нужный контроллер для управления рукой и нажмем Shift-H, чтобы скрыть остальные. Теперь двигаем бегунок по таймлайн и смотрим где рука входит в туловище. От этого момента отступим несколько кадров назад и поставим ключ. Перейдем на несколько кадров вперед от проблемного момента, там где рука выглядит нормально. Поставим еще один ключ. Теперь идем в проблемный кадр и двигаем Ctrl так, чтобы рука не пресекала с телом и ставим еще один ключ. Подобным образом исправляем все пересечения руки и тела. Все эти же действия повторяем и для другой руки. Далее исправим вращение кисти. Для этого запечем анимацию в ключи и удалим стрипы. Теперь в Graph Editor можно видеть те места, где кисти рук начинают беспорядочно вращаться. Проще всего просто удалить такие ключи. Я пропустил пару мест, где мышь пересекается. Повторю действия со стрипами в NLA-редакторе. Вот такой результат получился у меня после чистки. Я убрал в себе ошибки захвата движения, такие как плавающие ноги, дрожание и перекручивание конечностей. Все остальное это недостатки самой технологии. Все-таки видео с одной камеры пока недостаточно для производства качественного захвата движения. Для примера посмотрите сколько камер используют на профессиональных студиях. Даже такие простые движения, которые я снял на веб-камеру, выглядят не совсем естественно. Но то, что такие технологии развиваются уже очень хорошо. И возможно когда-нибудь нам не нужно будет дорогостоящего оборудования для качественного захвата движения. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком способе изготовления мокапа. А также не забывайте пожалуйста про лайки и подписку. Всем хорошего дня, удачи!